Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. Для вас вот такой красивый вид на мост дружбы, соединяющий два государства, российское и эстонское. Вот по мосту идёт человек из России. Из Нарвы, как мы видим, никто не идёт сейчас. Сейчас у нас 22.50 время, вторник, 22 октября. И, ну, я не буду показывать площадь Петровскую. Она не такая красивая, как этот прекрасный мост. Подсветка. Видите, лучи от фонарей такими линиями рассекают красивое сумрачное нордическое небо. Облака плывут. Даже видно немножко. Вода такая фосфорицирующая, почему-то отражающая такая. Огни красиво, да. И хорошая новость. На Петровской площади никого нету. Из 10 часов уже не было очереди вообще. Так что вот так вот вторник вечер, и никого нет вечером. Но будем смотреть, что будет завтра. Вот тоже никого не было в очереди вечером в это же время. В воскресенье вечер. У меня все видео есть на канале каждого дня, как происходит, что происходит с очередью. Вот такой случай уже был. В понедельник было много народу. Вот. А сейчас тоже проанализируем, как это всё выглядит. Вот сейчас конкретно из Эстонии, из Нарвы, нету очереди в Россию вообще. От слова совсем. Вот. И никого нет на Петровской площади уже с 10 часов. А погранпереход работает с 7 до 23. Вот. Так что таксисты никого не встретят из Иван... Ой, из, прошу прощения, Нарвы, выходящих в Ивангород. Вот. Завтра для вас ещё сделаю видеообзор, как выглядит очередь. И ещё раз расскажу прям быстренько, вкратце, с сайтов таможенных департаментов и эстонского, и российского. Что можно, что нельзя. Ну, вкратце, потому что там большой перечень товаров, которые вообще, в принципе, нам не нужны, а нам основные пункты нужны. Что можно ввозить, что можно вывозить, что нельзя. Ну, всем приятного вечера. Вот такая у меня была надежда, что очередь уменьшается. По такой вот тенденции, по моим наблюдениям. И вот я вижу, что она может быть уменьшится завтра. Будем смотреть. Вот один человек тоже единственный идёт. Вот я говорю, не знаю, может, минуты 3-4-5. Вот один человек прошёл из Нарвы. Вот какому-то такси повезёт. Поедет он на такси или переночует в гостинице «Витязь» в Ивангороде. Ну, посмотрите, какая красота. Просто немыслимая, удивительная красота вот такой вот с этой камеры. Всех обнимаю. Новости вам завтра будут тоже. И информационные какие-то YouTube-передачи. Вот такие телепередачи для вас. Пока-пока. Всем хорошего настроения.